Так, здравствуйте, дамы и господа Forex-трейдеры. Я рад приветствовать вас на нашем вебинаре, у которого сегодня тема звучит, как найти грааль на Forex. Давайте начнем с того, что вообще называют святым граалем в трейдинге. Как бы кто торгует хотя бы месяц, интересуется тем, и уже обычно это знает. Святым граалем или священным граалем называют некую стратегию, которая всегда приносит прибыль, дает 100% прибыльных сделок. Безубыточная стратегия, да, верно. Нет, на автомате, как правило, нет. Все-таки это выражение пошло очень давно, когда еще не было тройковых роботов всяких. Вот. Так что это больше пророчные стратегии, но граалем так же и называют и советник. Как бы он тоже может быть граалем. Вот. Но в целом это такая идеальная стратегия, которая приносит прибыль, и естественно, как нечто волшебное, как нечто невероятное, она должна быть скрыта. Потому что если грааль знают все, то это не грааль, это не тайна и все неинтересно. Вот. Так что же... Пардон. Но что же такое грааль на самом деле? Многие знают. Многие уже это и в комментариях писали к вебинару. На самом деле грааль это стратегия, которая подходит именно вам. Вам. Не Васе, Пете, неким людям на форумах, а именно вам, которые пишут, что вот стратегия супер, а у вас не получается. Грааль это стратегия, которая подходит именно вам, причем она может быть статистически, если ее без пристрастно проверить, не самой эффективной, но именно у вас она будет работать хорошо, приносить вам прибыль. Вот. Это, если можно так сравнить, грааль это та стратегия, которая подходит именно вам, это как любимый человек со своими недостатками, преимуществами, но это стратегия Ваша. Она может не нравиться другим, это нормально. Они могут писать, что там это лажа, говорить, что все плохо, да как ты можешь и так далее, но для вас это стратегия как жена. В чате пишут. Ну вот. И таким образом, собственно говоря, это и есть грааль. И сегодня мы поговорим о том, что помимо того, вот этого простого определения, есть множество нюансов. как эту самую стратегию найти и использовать. Так, двигаемся дальше. у кого нет звука, ну, сочи пустую. Наверняка многие обращали внимание на популярность методик таких как price action, VSA, GUN, что еще? Ну вот сейчас снайпер это price action, переименованный, да, под инфобизнес. Вот. Почему они являются популярными эти методики? Вот кто мне скажет? Можно ближе к истине. Работают. Еще раз вопрос. Я вижу в чате у нас, как обычно, не самые адекватные люди, но работаем с тем, что есть. Нет индикаторов? Нет, не совсем. Стабильные? Нет. Простые в понимании? Не факт. Какой-нибудь GUN, попробую его поймить. Другие рынка, понимание цены и уровней? Уникальные? Ну, нет. Разрекламированные? Да нет. Не факт. По ним работает большинство? Нет. Еще раз. Методики типа price action популярны, и, что самое главное, работают хорошо, потому что они не были бы популярными, да, если бы, скажем, если вы применяете правила price action, и там в любом случае все плохо, слив и так далее, то, естественно, не было бы этой методикой. популярны никоим образом. Вот. А популярны подобные методики, почему? Потому что в них нету четких правил. То есть, нету, что вот, пересеклись крестики, мы входим, пересеклись нолики, выходим. в них нет. В них нет четких правил. Даются общие правильные принципы, а далее люди их применяют самостоятельно. Да, это не система, а методика Те же самые уровни Один человек разметит по одному, а другой по другому Кто-то войдет в одном месте, кто-то в другом Хотя, в принципе, заметили сетап один и тот же Вот И именно поэтому у многих людям дается некая свобода Да То есть, если какая-то стратегия, ну, скажем, не знаю, с индикаторами Там вот, где крестики вошли, где нольки вышли То никакой свободы нет Именно жесткие ограничения И человек потроговал, не получилось, написал там все говно и так далее Вот А в price action в том же человек каждый может интерпретировать правила Именно по-своему И для него они будут верными Я сейчас говорю не о том, что не нужно, нужно не соблюдать правила О том, что вы их можете соблюдать, но для вас они будут другими, чем для соседа Итак, человек правила интерпретирует по-своему Под свое виденье рынка И под свое понимание рынка И в соответствии с этим ему комфортно С этой стратегией принимать решения Ну, давайте такой пример Вот кто умеет играть на гитаре Вот многие умеют, да Залабать Владимирский Централ Все такое Ну, вот представьте Вы умеете играть на гитаре А вам дали контрабас Ну, вроде бы внешне Или балалайку Вроде бы внешне похоже, да Но не то Вы будете там что-то дергать струны Пытаться что-то изобразить Но толку не будет Вот Без разницы Ну, как без разницы Что-то с вами Вы, видать, совсем не знакомы С музыкальными инструментами Вот То есть это абсолютно разные вещи Хотя могут выглядеть и похоже Да Вы умеете играть на гитаре Но хоть тот же контрабас выглядит В принципе, похоже И играть вы на нем не сможете Вот так же И со стратегиями С методиками Люди их подтачивают Под себя И именно поэтому Они для них хорошо работают Потому что нету жестких ограничений Они И Имеют определенную свободу Так По этому пункту понятно По этому слайду Скажем так Понятно Хорошо Да Для троллей Я За много-много Вебинаров К вашему Потоку Скажем так Сознания В чате Привык Мне это абсолютно Все равно Вот Единственное Немного мешает Читать ответы Адекватных людей Так Это по поводу чата Ну, если совсем, конечно Крыша поедет У людей Отключим чат Итак Далее Советники И ручные ТС Вот кто замечал Такую вещь Что Бывает Обсуждается Какая-то Стратегия Да На форуме На каком-нибудь Там На нашем Или на Форекс Факторе Или еще где-то Все хорошо Люди торгуют Всем все нравится И Приходит Бородатый Программист В растянутой кофте Ария Или кипилов Да И Говорит А давайте-ка Напишем Советник Вот кто с такой Ситуацией Вообще видел И кто мне скажет Что после этого происходит Как правило Как правило Слив Не паша Ну не паша Это там Недопрограммировали Практически Всегда Происходит Слив Ничего хорошего На форекс Факторе Крупнейший Форум В мире На английском языке По Форексу Очень часто Можно даже Встретить такое Кто-то выкладывает Ручную ТС И специально Красными буквами Пишет Никаких советников Пошли программисты К черту отсюда Только вот По этим правилам Торгуем Не надо пытаться Оптимизировать Вот И точно так же Да В конце форума Советник почти работает И все Вот И выкладывают Начинают выкладывать Результаты советника Ой да в тесте Это все слив Да это все говно И народ бросает стратегию Хотя казалось бы Пока им этот советник Не подсунули Все работало прекрасно Люди зарабатывали И все были счастливы Вот Но приходит Программист В кофте Ария И все На этом заканчивается Ну Загранист Наверное Металлика Что-нибудь такое Более Западное Вот Во всем Виноват программист Ну Не программист А подход Без Восприятия И точно так же Советники Которые Показывают в тесте Отличные Идеальные Результаты Да Там Миллионы миллиардов На Реальных счетах Сливают Кто с такой ситуацией Сталкивался Сталкивались Все Практически Вот Соответственно Что мы видим Советники Которые Тестеры Плюсуют Сливают А стручные Стратегии Которые Хорошие В виде Советников Сливают Потому что Отсутствует Именно Восприятие Скажем так Художника Отсутствует Именно Личный Опыт Вы даже можете Этого не замечать Думать Что я торгую Идеально По правилам А кто-то Напишет По вашей Стратегии Советник Без ошибок Да Все там Идеально По вашим Правилам Он будет Сливать Хотя До этого Вы зарабатывали Это Абсолютно Нормальная Ситуация В таких Случаях Работает Вообще Правило Оно Кстати Работает И По Жизни В целом В жизни И в трейдинге Сейчас Внимание На некоторые Вопросы Не нужно Искать Ответа Почему Оно Так Работает А как Сделать Чтобы Лучше Было И так Далее Просто Это Нужно Принять Потому Что Оно Так Работает Все Сейчас Прошу Обратить Внимание На Что Я Сказал Кто Понял Кто Придумал Это Злодейство Вот Туда Опять Задаете Вопрос Почему Еще Раз В жизни В трейдинге Я вам Прям Зачитываю Это Отдельно Прям Выписывал А некоторые Вопросы Не нужно Искать Ответа Почему Оно Так Работает Потому Что Работает И Пользуемся Все Точно Так же Если У вас Есть Стратегия У вас Все Хорошо Ну Кто То Там Написал Советник И Показал Вам Что О Да Ты Лошара Стратегия Там Сливает И так Далее Это Нормально Не Заморачивайтесь Для вас Работает Значит Работает Вот Представьте Вам У вас Есть Шкатулка Не знаю С ручкой Вы Крутите Эту Ручку И там Появляется Каждый День Тысяча Долларов Ну Неплохо Да Если Так В целом То Зачем Вам Задаваться Вопросом А как Оно Работает А почему По Качану Работает И Ладно Вам Что Это Вот То Что Вы Не Знаете Как Эта Шкатулка Работает Помешает Тратить Деньги А если Хочется Две Ну Вспомните Сказку Про Золотую Рыбку Хочу Не хочу Быть Крестьянкой Хочу Быть Дворянкой И чем Все Закончилось Итак Ну Что Думаю Мысль Понятно Поэтому Двигаемся Дальше Итак В чем Суть У нас Вот этого Слайда Да Этого Блока В том Что Не нужно Оптимизировать Не нужно Пытаться Здесь Написать Советник Или Сделать Идеальный Там Советник Что Если Вы Программируете Там Да Чтобы Он Показывал Тесты Супер Какие-то 100 Миллионов Миллиардов Долларов И так Далее Что То Работает Работаем С Этим Оно Однажды Может Прекратить Работать Вот Кстати Да Еще Один Момент В Жизни Ничего Не Постоянно В Жизни Ничего Не Постоянно И Когда-то Что-то Работает А потом Может Перестать Работать И Это Нормально Абсолютно Вот К примеру До 2008 Года Были Казино Я Сам Работал Казино Ну Представьте Если Вы Хозяин Гребли Там Миллионы Все Хорошо Красиво А потом Приняли закон И все До свидания Ну Все Прекратилось Прекратилось Да Тем не менее Пока Пока Работало Было Хорошо Хорошо Вы Свои Миллионы Заработали Заработали Ну Перестало Работать Ну Ну Что ж Печалька Ну Ну И Также С Другими Вещами Да Ну Вот Там Допустим Был у вас Какой-то Бизнес Сейчас Там Увеличили Ставку ЦБ Стали Кредиты Дорогими Да Вы Допустим Брали кредит По 15% Маржа Была 30% И Вот На эту Разницу Жили А Сейчас Да Стали Давать Кредит По 30% И У вас Соответственно Прибыль Пропала Все Прекрылось Но До Заработали А что же делать В таком случае Ну Приспосабливаться К Ситуации Итак Двигаемся Дальше Еще Один Важный Момент Я Это Упоминал Про Устаревание Стратегии Сейчас Пару Слов Буквально Скажем Не кипиш Как работать Со стратегиями Из сети Вот Там На нашем Сайте На форуме Кто-то Выложил И так далее Выложили Стратегию Да Вот Тестить Срочно Кидаются Тестировать Люди И Вот Там Не очень Красивые Результаты Все Пишем Комментарии Все Говно Павел Козел Да Это Вообще Развод И так далее И забываем Вот как обычно Люди делают На самом деле В стратегиях Что нужно Искать Что нужно Смотреть Это Смотреть На то Что Именно Привлекает Ваше Внимание В ней На самом деле Если вы Возьмете Хотя бы Одну Идею Хотя бы Один Момент Из Стратегии Да То В этом Уже Есть Ценность Намного Важнее Чем Найти Готовую Стратегию Которую Приносить 100-500 Процентов Намного Важнее Намного Ценнее Будет Если вы Ее Собрали По кусочкам Никто У вас Не просит Ее Выдумывать Потому что Все уже Придумано За вас Пошли Какие-то Плюсики Минусики Что-то Непонятно Ребят Все уже Придумано За много Лет Придумано До вас И в принципе Можно Просто Собрать Стратегию По кусочкам Собрать Собрать Ее Именно Чтобы Она Нравилась Вам И По ней Торговать Однако Если вы Где-то Нашли Стратегию Да И решили Ее Применять То Она вам Нравится Все Хорошо Прекрасно Да То Очень важно Изменить ТС Даже если Вы ее Где-то Нашли И даже Если она Вас Полностью Устраивает Очень важно Внести Какое-либо Изменение Вплоть даже До того Что там Изменить Период Сказа Засчисление Или ее Вид Ставить Стопы Недалеко А близко Выходить Там Не Через Два Стопа А через Три И так далее Зачем Если она Работает Потому Что Оно Так Работает Еще Раз Я вам Говорю Что Это Важно Вот Представьте Вы Вошли В квартиру Вам Подавили Квартиру С мебелью Все Там Хорошо Прекрасно И Вы Знаете Что Там Будете Жить Ну Не Это Не День Не Два Как Гостиница А Именно Долго Там Не знаю Дизайнерская Мебель Все Продумано Все Хорошо Красиво Чистенько Дорого Богато Но Вы Все Равно Какую-то Мебель Переставите Передвините Стол Там Стул Повесите Картину Или Снимите Ее Или Не знаю Поменяете Эти Постельное Белье Потому Что Там Ваш Цвет Раздражает Правильно Это Не Оптимизация Это Подгонка Под Себя Кто Пишет Что Вода Ну Закройте Чат Господи Закройте Окно Вебинара У нас По тысяче Человек Ну не просто Так Приходят Люди Вон Писали На Робофорекс На Вебинаре 40 человек Было Фрешфорекс Помню Там 12 Собирали Вот Итак Подгонка Под себя Очень важна Почему Потому Что Мы Не Роботы Потому Что Мы Не Роботы Для Нас Очень Важно Вот Это Вот Эмоциональный Комфорт Не Только Физический Но И Эмоциональный Поэтому Даже Если Вас Полностью Устраивает Стратегия Что Нибудь В ней Измените Или Наоборот Добавьте Или Уберите Например Добавьте Там Ваш Любимый Индикатор Еще Что То Или Правила Выхода Из Позиции Измените Чтобы Вам Оно Нравилось И Тогда Даже Если Вы Проверите В Тестере Что Стратегия С вашими Изменениями Стала Работать Чуть Хуже Но Вы По ней Будете Торговать Лучше Вот Такой Парадокс Так Что Что С Капслоком Забаним Человека А как Знаете Шутка О Этот Парень Пишет Капслоком Наверное Он Что То Знает Для Меня Это Признак Того Что Человек Кричит То Есть У Него Истерика То Есть У Него Какой Припадок Эпилептический Или Что То В этом Роде Вот Как Я Со Стороны Вижу Капслоком Еще раз Павел Тема Вебинара Как найти Коркс Грааль Вы Что Забыли Ну А я Вам Об этом И Говорю О том Что Грааль Если Вы Начали Нет Это Та Стратегия Которая Подходит Вам Ну И Соответственно Мы Сейчас Разбираем Эти Одинный Момент Как Сделать Так Чтобы Стратегия Подходила Именно Вам И Вам Было С Ней Комфортно И Физически И Эмоционально И Морально Итак По Работе Со Стратегиями Сети Понятно Или Какие То Вопросы Где ее найти Скажите что Про роботов У нас Узапрошлый Вебинар Был Подсоветник Так Вопросов Нет Ок Дальше Три Парадокса Трейдинга Это Важный Момент Сейчас Слушайте Внимательно Даже Тролям Это Может Оказаться Полезно Итак Первый Парадокс Чем Больше Вам Нужны Деньги Тем С большей Вероятностью Вы Их Не Заработаете Еще Раз Чем Больше Вам Нужны Деньги Тем С большей Вероятностью Вы Их Не Заработаете Или Даже Проиграете Это Странно Это Печально Но В жизни Оно Вот так Работает Потому что Вы начинаете Искать Возможности Там Их Нет Вам Начинает Что-то Там Казаться У вас Появляется Возбуждение Кровь Поступает К мозгу И кислород Поступает К мозгу С Препятствиями И Собственно говоря Ни к чему Хорошему Это не приводит Поэтому Старое Правило Приходим На рынок Только с тем Что Готовы Потерять Далее Второй Парадокс Трейдинга Чем Больше Ошибок Вы делаете Тем С большей Вероятностью Добьетесь Успеха Еще раз Чем Больше Ошибок Вы делаете Тем С большей Вероятностью Добьетесь Успеха У нас Картинка Была Наверное Надо было Ее поставить Но я забыл Картинка Была В группе Я как-то Кидал В нашей Группе Вконтакте Что Мастер Ошибался Больше Раз Чем Новичок Вообще Пробовал Ну Может быть Кто Помнит Ну Тут Я думаю Объяснять Не надо Опыт Все Такое И Третий Парадокс Чем Больше Вы Уверены Что Правы Тем С большей Вероятностью Ошибаетесь Кто Это Замечал Когда Вы В Позиции Во Входе Уверены Что Ну Вот Все Сто Процентов Сейчас Попрет И Печалька Посмотрите Какое Огромное Количество Плюсов В чате Да Вот Именно Так Поэтому Всегда Допускайте Долю Сомнения Всегда Нужно Чувствовать Легкую Паранойю Пистолету Виска Скажем Так Все время Быть На Измене Если Выражаться Сленгом Молодежник При выходе Уверенность Помогается Вход Ну Что Противовечит Логике Окей Чем Больше Уверенность Тем Хуже Ну Да Чем Хуже Из Третье Повторите Чем Больше Вы Уверены Что Правы Тем Больше Вероятности Ошибаетесь Павел Стратегии Все Приносят Прибыль Нет Но Вы Можете Сделать Так Чтобы Приносило Так По этому Слайду Понятно Первый Парадокс Чем Больше Вам Нужны Деньги Тем Больше Вероятности Вы Не Заработаете Второй Чем Больше Ошибок Вы Делаете Тем Больше Вероятности Вы Добьетесь Успеха И Третий Чем Больше Вы Уверены Что Правы Тем Больше Вероятности Ошибаетесь Далее Одна из главных ошибок при тестировании стратегии Про тестирование стратегии у нас в принципе уже много очень было На различных и вебинарах, интерьеров на сайте Но сейчас затронем на такую ошибку, про которую я, насколько я помню, не говорил А именно, что стратегия Люди думают, что стратегия должна работать идеально всегда и везде, во все года, на всех таймфреймах, инструментах Там от 80 лохматого года до 2019 и так далее На самом деле Принципы, которые работают на долгосрочных позициях, не подходят для торговли на коротких таймфреймах И наоборот Вот то же самое знаменитое, с ним известное соотношение риска к прибыли Что должно быть хотя бы 1 к 2 Внутри дня ни черта не работает Кто с этим согласен, кто с этим сталкивался Внутри дня сделать так, чтобы у вас цик профит был больше, там, в раза в 3, чем 100+, очень-очень сложно На дневках, да, без проблем Внутри дня намного-намного-намного сложнее Ну, если вы, конечно, супер-профи В принципе, можно, но намного сложнее Точно так же вот многие сетапы, price action, да, вот последнее, что мы разбирали, там, double high, double low На дневках работает прекрасно, а на комнате M15, ну, нету, просто сама логика ломается И далее Кардинальные изменения, которые иногда происходят Такие, как кризис 2008 года Такие, как будет сейчас отвязка швейцарского франка от евро Они могут существенно повлиять на работу стратегий, моделей Да, вот сейчас многие стратегии, которые работали раньше хорошо на франке, могут перестать работать Конечно, сейчас мало, слишком времени прошло, чтобы судить Но Если Какая-то стратегия, глаз, вы работали на франке И стратегии ваши резко сейчас перестанут работать Не удивляйтесь, это нормально Потому что для таких изменений существуют фундаментальные причины Меняются фундаментальные взгляды и центробанков, и банков, и фондов различных крупных игроков Да, на валюту в целом, на пару, на ее модели поведения Ну и вот кто активно тестировал стратегии, да, вручную В тестере замечали наверняка Что именно на 2008-й Приходит часто период, когда стратегия Работает или плохо Или как-то В крифе, в кось Или наоборот Все остальные года работают не очень, а в 2008-м там миллионы миллиардов прибыли Вот кто такое замечал именно с 8-м годом Кто активно тестировал стратегии Так, ну не так много тестировал стратегии людей, я вижу Потому что обычно люди как-то лень Вот, на вебинаре там что-то, в чат пописают Да, это прикольно А тестировать скучно Вот, поэтому Когда тестируете, не нужно, чтобы стратегия работала идеально всегда и везде Если в 8-м не работает, а остальные работают, это нормально Это, кстати, и к советникам относится Да? То есть если в 8-м советник льет, а другие года зарабатывают, это нормально С этим работаем Вполне себе Окей А по франку сейчас слишком мало времени прошло, чтобы Говорить, как именно теперь Изменятся стратегии, как именно торговать Да? Поэтому сейчас вам сказать ничего не могу Слышал? Так, ну на вопросы давайте Ближе к концу Таким образом, стратегия не должна работать идеально всегда и везде, во все года Итак, по этому слайду вопросы есть Или двигаемся дальше Дальше, окей Америка, Аль-Пари, господи Аль-Пари, UK, да US, насколько я знаю, нет Русский, тем более Так, следующий раздел Раздел, на самом деле, серьезный Даже троллям будет полезно послушать Кстати, вот сейчас и про гиг будет Это темная сторона трейдинга Что именно Имеется ввиду под темной стороной Темная сторона трейдинга Она прежде всего Внутри вас Это гнев Агрессия Алчность Привязанность к позиции Которая является Тенью алчности Это Излишняя Уверенность Давайте так Сейчас возьмите листок и ручку И будем сейчас работать Немножко на практике Давайте две минуты Листок и ручку берите Сейчас будем С вами Немножко писать Сейчас Вы пишите На листок Потом и в чат По вашему мнению Признаки темной стороны Относительно трейдинга Я их уже Назвал И Вы, возможно, что-то еще дополните Так, работаем Так Жадность Скупость Страх А вот Вам, кстати, еще Азарт Да Тупость Отлично Эмоции ММ Нет, это не совсем то Нетерпение Надежда Адреналин Совой уверенность Поспешность Авантюризм Зависть Отлично Накоман Не Совсем то Неуверенность Нет Эйфория Да Еще вот не было Есть такая вещь Как Скептицизм Ну вот если В рамках современных реалий Это вот те самые тролли Которые в чате Там У нас часто Бред пишут Да Скептики Всегда ищут Почему у них Что-то не работает На вебинаре У них всегда Одна вода Все плохо Для них Там Если какой-то фильм Вышел То режиссер Дебил Актеры Идиоты И так далее Так вот У подобных людей В жизни Как правило Все плохо У них страшная жена Тупые дети Дешевая машина У них все ломается К ним прилипают болезни И у них нет звука Она выгодна Совершенно верно Вот По какой причине Не важно Не важно На самом деле Мне кажется Потому что они идут В противовес Чужой энергии Ну это такой очень глубокий вопрос Да Пожалуй Не будем это сейчас затрагивать Но Как правило Таких людей Все плохо В жизни И в трейдинге Везде Поэтому Поэтому Да Ну как они обычно Бухают Да верно Часто Ну не обязательно Что прям все бухают Но Как правило У них Не очень Так С признаками темной стороны Разобрались Привязанность к позиции Да Когда вы Женитесь на позиции Тоже это темная сторона И двигаемся дальше Есть такие неочевидные моменты Сейчас Продолжаем работать С записями Давайте Даю вам еще минутку Выпишите Свои Убеждения По поводу рынка То есть Как вы считаете Вообще Существуют ли тренды Или может быть Задача рынка Сделать гадость Трейдеру Или лично вам Вот попробуйте Сейчас Буквально Две минуты Вам дам Выписать Свои убеждения По поводу рынка Как вы считаете Кто зарабатывает Кто проигрывает Возможно ли это Что вам мешает И Вообще Напишите рынок Именно с вашей точки зрения С вашей Да вот Полный хаос Кто-то считает Маркетмейки Разбивают стопы Вот это вот все Выписывайте Даю вам Две минуты Записали Свои убеждения По поводу рынка Что вы Думаете О рынке Каким вы его Видите Вот рынок Регулируемым На нем Разводят Да-да-да Вот это все Отлично Теперь следующее Теперь Можете Отдельно Выписать Можете Как-то Подчеркнуть Обвести Вот это Сложнее Намного Какие Из этих Ваших Убеждений Ложные Вот здесь Вам придется Именно Взглянуть Попытаться Взглянуть На себя Со стороны И Попытаться Понять Какие Из ваших Убеждений О рынке Ложные То есть Например Вы считаете Что Рынок Следит Где вы Входите И пытаетесь Вас И пытается Вас Выкинуть Из позиции А если Нет ложных Они есть Поверьте Попробуем Так Себе Представьте Что Вот Ну Обычно Люди Про себя Думают Что я Идеальный Самый Умный А Поставьте Себе Задачу Найти Среди Ваших Убеждений Ложные Нет Ложных Убеждений Есть Поверьте Есть Иначе Вы не сидели На этом Вебинаре Не знаю Там Покупали Десятую Виллу На Майами Итак Найдите Из Своих Убеждениях Ложные Попытайтесь Вглянуть На Себя Со стороны Это на самом деле Очень-очень Важное Задание Даю Вам Еще Две Три Минуты Это нормально Итак Ну что ж Выписали Надеюсь Свои Ложные Убеждения Это очень Персональное Личное Задание Поэтому Мы сейчас Как-то Это обсуждать Не будем Вы должны Это Сделать Сами Еще Советую Это куда-то Выписать На Листочек Чтобы у вас Было Перед глазами Именно Ложные Убеждения То что вы Считаете Но знаете Что на самом деле Это не так И По какой-то Причине Когда вы Это Выпишите Как бы Констатируете Свою Ошибку Эти Убеждения Уходят Из вашей Головы Не знаю Почему так Когда Перейдем Гралю Непосредственно Давайте Сразу С вами Попрощаемся Вы Непосредственно Перейдете Гралю Когда Будет Ссылка На Гралю Еще Один Бан Окей Отлично По Поводу Интуиции Которая Кстати Не упоминали Но Тоже Относится Частично К темной Стороне Интуиция Потому что Ее Очень часто Констатируют Неверно Во первых Интуиция У вас Может быть Только Когда Вы Торгуете Хотя Два Года Потому что До этого Момента У вас Это не Интуиция Какие Догадки Или Надежда Необоснованная Причем Интуиция Может Маскироваться Под Необоснованная Надежда Может Маскироваться Под Интуицию Даже Когда У вас Большой Опыт Вам Начинает Чего-то Казаться Вы Думаете Что Это Чуйка А Это На самом деле Безлишняя Самонадеянность Поэтому При Если Вы Хотите Использовать Интуицию Очень Важно И У вас Есть Достаточный Опыт Очень Важно Прислушиваться К Ощущениям В Теле А именно Попробую это Описать У вас Не Должно Быть Когда Вам Что-то Кажется У вас Не Должно Быть Напряжение Где-то В области Шеи В области Где Шея Соединяется С Головой Если Там Есть Напряжение Значит Это Не Интуиция А Пустая Надежда Прикольно Ну На самом деле Это Сложно Писать Бред Да Окей Привет Щас В бан Вот Ну При словам Должно У вас Не Должно Быть Никаких Напряжений В теле Если Вам Что-то Кажется И При этом У вас Присутствует Какое-то Напряжение В теле Значит Это Не Интуиция А Что-то Еще И На это Обращать Внимание Не Стоит Это По поводу Интуиции На самом деле Я Как-то Вам Прям Сильно Подробно Не смогу Так сказать Все-таки Это Не Моё Не Моя Тема Метафизика И так Далее Да Интуиция В принципе Это Накопленный Подсознанием Опы Вот У Майкель Магладуэлла Есть Хорошая Книга Называется Озарение В ней Рассматривается Теория Тонких Срезов Да Когда Там Человек Который Долго Занимается Каким-то Делом Может За долю Секунды Распознать Ситуацию Да Хотя Даже Он Ее Именно Технически Объяснить Не сможет Почему Он так Думает А если мы никогда не придем к своей цели и потеряем только время Впоследствии В течении Вашего пути к цели У вас может Возникнуть другая цель И это тоже Нормально А если Думать что Вот А вдруг ничего не получится И ничего никогда не пробовать То Тогда вы будете Как Премудрый пескар Просидите всю жизнь Под Этой Раковиной Своей И так и умрете Ну и какой тогда в этом смысл Так По Этому слайду Вопросы есть А как же Зачем Я уже говорил Не нужно спрашивать Почему работают Некоторые вещи Просто работают Потому что По поводу смысла жизни Мы чуть-чуть обсуждали В тренинге Слайда нету Пардон В тренинге Трансформация трейдера Можно Скачать Бесплатно И смотреть Да Слайд появился Так Вопросы По Этому Разделу Есть Вот у кого-то Маркетмейкеры Наверное люди Служат Какой-то другой Вебинар И что-то там Пишут Чат сюда Наверное Как-то так Откуда цифра Два года Это примерная цифра Понятно что можно Два года Раз в месяц А можно два года Каждый день Занимать Ну что ж Замечательно Двигаемся дальше Еще один важный момент Которым Большинство людей И в тренинге И в жизни Пренебрегает Это Вопрос Отдачи Обратно В мир А именно Это помощь Другим Темы на форумах Я вот вебинары провожу Да Благотворительность Не Отсутствие Стремления Забрать Все себе Все в мешок И закрыть И этот мешок В какой-нибудь пещере Чтоб никто Не дай бог Не увидел В жизни Нужно Отдавать В 10 раз Больше Чем берешь Понятное дело Что это Никто там Не измерял Но Примерно Соотношение Такое Отдавайте В 10 раз Больше Чем Берете И вам станет Оно Приходить Чем не обязательно Это значит Что прямо Отдавать Деньгами Отдавать Можно Помощью Отдавать Можно Советам И так далее Я сейчас Есть вот Фильм Мне постоянно Советуют Заплатить Другому А я вот Его не смотрел Вот наверное Там Как-то Эта мысль Расскрывается Вот Я Это прозвучит Цинично Но Я Замерял Значит В месяц Когда там Пожертвуешь Какому-нибудь Ребенку На благотворительность Ребенку Больному ребенку Да На благотворительность Пожертвуешь Почему-то Дела Начинают Ити Лучше Причем Как В финансах Так и Просто В жизни Почему-то Начинает Как бы Больше Вести Я не знаю Почему Я вот Специально Замерял Месяц Выделял На благотворительность Все Хорошо Месяц Не выделял И дела Идут Чуть хуже Не так Что прям Все вообще Крахом Но Хуже А потом Снова Возвращаешься К благотворительности И почему-то Дела Начинают Ити лучше Я не знаю Почему это Херня Все это Вот скажите Херня Все это Вы хотя бы 500 тысяч Рублей В месяц Зарабатываете Херня Все это Хотя Бы Ни хрена Вы не зарабатываете Вот кто это Написал Я вам гарантирую Что у него В жизни Все плохо Я уверен В этом Процентов На 99 Где-то Так Это закон Жизни И Точно так же И в трейдинге Помогайте Другим На форумах Кто-то Бывает Люди Придумывают Стратегию О Вдруг Кто-то Узнает Она Перестанет Работать Ничего Подобного Почему Вот На Форекс Фректоре Выкладывают Обсуждают Сотни страниц Потому что Вам Вашу стратегию Помогут И улучшить Помогут И Где-то Что-то Подскажут И так далее И почему-то У вас Будет Лучше Получаться Если пока Нечем Помогать Ну что вы Если там Кто-то Спрашивает Глупый вопрос Ответить не можете А может Помолиться Еще Нет Вера Это Другой вопрос Это Наверное Не ко мне Вот Поэтому В трейдинге Старайтесь Помогать Другим Благо Сейчас Из интернета Это все Легко А когда Начинаете Если У нас Некоторые ребята Начинают Бывает Продавать Какие-то Советники То Как правило У них Дела Начинают Ити Не очень Ну Не будем Их Осуждать Это Личное Дело Каждого Итак По этому Слайду Понятно Понятно Так Хотелось бы Затронуть Еще Три уровня Трейдинга Ну Давайте Сейчас Я вижу Многие Уже Устали Давайте Буквально В двух словах Так Что у нас Хотел вам Немножко Порисовать Надо найти Эластик Так Итак Три Уровня Трейдинга Чтобы вы понимали Сейчас Сейчас Мы затронем Такой Момент Как И Перфекционизм В целом Да Скорее Как Перфекционизм Что Три уровня Трейдинга Первый уровень Да Ну Давайте будем Валить Доходы Первый уровень Когда Чтобы Просто начать Что-то Зарабатывать Для этого Достаточно На самом деле Не тупить Не маяться Дурью Не быть Самым умным Второй уровень То есть Чуть Выше Вам Нам нужно Уже Быть более Внимательным И увеличивать Объемы За счет своих Средств Либо чужих Сейчас Не столь важно Слайда Нет А у нас сейчас Картинка Я рисую Тоскаль Как нам Называется И третий Уровень Вам Нужно Убрать Все Свои Косяки А именно И в психологии И в стратегии Вести Журнал Сделок И так далее Вот все 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 Что советуют Стандартно В интернете И на нашем Сайте В том числе ММ И так далее Да Так вот Очень многие Люди Застревают Еще на Нулевом Уровне То есть Давайте Подпишем Один Два Три То есть Они застревают Где-то еще Ниже Первого Уровня Минус Один Почему? Потому что Они стараются Сразу Перейти На третий Уровень Оно Так Нифига Не работает И в этом Часто Виновен Перфекционизм Ну Любой Уровень Это Ничего Вообще Это То Когда вы Не интересуетесь Трейдингом Вот А это Минус Один Уровень Первый Уровень Еще раз Про первый Уровень Это когда Вы просто Прекращаете Тупить Почему Вот у вас На демо Все Хорошо Получается Потому что Там Вы Не тупите Вы Не пытаетесь Быть Идеальным Вы Не думаете Слишком Много У вас Нет У вас Действия Психологии И так Далее Вот А минус Первый Уровень Это когда Вы пытаетесь Быть Идеальным Пытаетесь Себя Ломать Это очень Важный Момент Не пытаться Себя Ломать Если Вас Раздражает Пулиться В экран Часами Ну не нужно Вам Скальпировать Забейте Вы на это Торгуйте Надневка Как бы Мне вот Помогает Фраза Вот такая Догори Оно Все И фиг С ним Ну Как бы Ну Не получилось Ну и фиг С ним Есть еще Момент Вообще Что-то Все время Делать На 80% Потому что Оставшиеся 20% Вы будете Доделывать Во-первых Очень долго Очень тяжело И если Если у вас Стратегия Идеальная На 80% По вашему Мнению То этого Достаточно Не нужно Стремиться Чтобы Довести Ее До совершенства Всегда Останавливайтесь На 80% Процент А остальные 20% Их Во-первых Кроме вас Никто не Заметит И будет Достаточно Более чем Да Это из принципа Паретта Так вот Если вам кажется Что вход Не идеальный На 100% И фиг с ним У вас стратегия Докрученная Дооптимизированная На 80% Хватит А к 95% Вы подойдете На третьем уровне Это будет Не скоро Да Можете себя Для успокоения Морального Так мысленно Подумать Что Окей Я сделал На 80% А до совершенства Доведу потом И вот это вот Потом вам будет Греть Душу Перфекциониста И вполне себе С этим можно работать А там Глядишь Потом Когда Вы увидите Что вам Ваши 80% Приносят Более чем Достаточно Эффективности То Можно и Забить На Стремление К совершенству Потому что Стремление К совершенству Вы все равно Никогда Не К совершенству Вы все равно Никогда Не достигнете На то Оно и Свершается На этой Прекрасной Ноте Мы заканчиваем Наш вебинар Надеюсь Сегодня Было Приятно Не только Мне Но и Вам Пообщаться Надеюсь Вы вынесли Много Нового Если Вы не делали Упражнения С Ложными Убеждениями Обязательно Сделайте Потому что Это действительно Димус Был Самых Возможных Моментов Вебинара Что ж На этом Все Запись Будет Позже Завтра Скорее всего Спасибо И До свидания Продолжение следует Продолжение следует...